МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днем Ангела, дорогие именинники! Все живое на Земле существует благодаря солнечному свету. Без него не растет трава, не развивается ни человек, ни животное. Эта глубокая зависимость всего земного, всего живого на Земле от солнечной энергии, солнечного тепла символизирует собой глубокую зависимость всех нас, живых и разумных созданий, от солнца правды, от Господа Иисуса Христа. Когда Христос пришел в мир и совершил свой искупительный подвиг, воскрес из мертвых, искупил человечество, вошел к Отцу, Он послал Своих учеников, апостолов, во все стороны света с проповедью, точно так же, как Солнце посылает свои лучи во всю Вселенную, во всю подсолнечную. Один из учеников Христовых имел имя Лука, что значит «светящийся». Его имя было светом, и сам он нес свет, и о нем сегодня наш рассказ. Святая Церковь сегодня совершает память апостола и евангелиста Луки. Он написал для нас с вами Евангелие, а также книгу деяний апостольских. Хотя сам он не ходил за Христом в числе 12, но он написал Евангелие по проповедям со слов других апостолов. Это Евангелие более пространно. Начинается оно еще с Рождества Иоанна Предтечи, написанную по порядку, после тщательного исследования, как об этом сам Лука говорит, в предисловии к некому боголюбезному Феофилу. Испытавши подробно, Лука написал книгу своего благовествования. Там есть много притч, которые, например, не встречаются в других Евангелиях. К примеру, притча о мытаре и фарисее, притча о милосердном самарянине. Все это только достояние именно этого евангельского повествования. Кроме книги Евангелия, Лука оставил нам книгу деяний, которая, по словам Иоанна Златоуста, является книгой о Святом Духе. Если Ветхий Завет возвещал нам Бога Отца и прикровенно, в таинственных образах, говорил о Боге Сыне, если Евангелие говорит нам уже о самом Сыне, воплотившемся, пришедшем, то книга деяний говорит нам о Духе Святом, о его неспослании, о его жизни в церкви, о его делах и словах, которые он совершал. Лука по происхождению был из Антиохии Сирийской, и кроме этого он еще был по образованию врач. Апостол Павел называет его врачом возлюбленным. Так совместили в сего душе многие дарования и таланты. Он не только врачевал телесные болезни, но слова его благовествования исцеляют наши больные души от многих грехов до сегодняшнего дня. Сегодня во исполнение Христовых слов Евангелие переведено почти на все языки мира, и трудно найти уголок земли, где не было бы напечатанной, привезенной, купленной, проданной Библией. И сегодня, когда Евангелие как книга присутствует почти во всех концах земли, иногда о Христе нужно помолчать, поскольку говорится о нем немало. А вся острота проповеди, весь главный вес нашего благовествования должен перенестись с простых слов, сотрясания воздуха зачастую к делам, потому что люди делам верят больше. И вот сегодня, празднуя память апостола Луки, хотелось бы, чтобы мы, православные, проповедовали жизнью, проповедовали поступками, которые всегда убедительнее, чем одни только слова. Кроме Луки, светящегося, светлого, мы сегодня рады поздравить с Днем Ангела Иосифа, Андрея, Марину и Юлиана. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.